Яркие и сочные цвета, чтобы зимой жизнь казалась веселее. Такая работа художника буст-арта. На данной граффити представляет собой искусство. Для каждой работы имеется описание подробное и расположение, где они находятся. На четырех домах огромных. В панельных районах Берлина на торцах зданий можно часто встретить социальные граффити или как их называют муралы. Здесь мы можем наблюдать огромную птицу и среди перьев этой птицы очень много различных растений, цветов, бутонов. Каждое граффити подписано, у каждой работы имеется такой вот стенд. Данное граффити сделано в стиле поп-арта. Да, можем наблюдать лицо пилота и это отсылается у нас к стилю комиксов. Мы находимся недалеко от Тегельского озера. Это район Альтегель. Вот такие здесь панельки. Вроде тихо пока. Здесь имеется озеро. Может быть через листу будет видно. И данное граффити можно наблюдать с другого берега озера. Имеется такой желтый как будто мазок кистью и с него подтеки краски. Он также выполняет определенную роль. Имеется какой-то маленький киоск. Он также граффити украшен. И вот рядышком также имеется панелька с счастливой семьей разных национальностей. И вот они стоят на каких-то разрушенных бетонных каменных основаниях и строят новую жизнь. Между камней пробиваются ростки каких-то растений и они бьются вверх. Люди смотрят наверх и надеются на счастливую жизнь. Вот так вот работают социальные граффити панельных районов. Данная работа называется Лето Мира. Выполнена в Финтоном Маге. И мурал базируется на детской книге Детский сад Михаила Формана. Книга рассказывает о человеческих способностях, которые в состоянии после разрушений заново пробиваться и расти. Художник миксует нереальные мотивы с реалистическими. На первый взгляд очень такой тихий район, но также присутствует очень разнообразное население различных национальностей. Выполнен группой художников Лондонская полиция и они пропагандируют сильное и позитивное искусство посредством ярких цветов и характерных форм. Очередной мурал, изображающий женское лицо. С одной стороны она в маске, с другой стороны в каком-то шлеме. Напоминает такой постапокалипсис, но здесь мы в этих районах не можем встретить граффити с политическим контекстом. Политика присутствует по поводу национального равенства, что один из муралов посвящен этому. Другие конечно такие достаточно нейтральные и больше на какие-то комиксные темы. Немного такое, можно сказать, наивное искусство. И в то же время все отсылает к неким роботам. Очередной мурал на высотке. Зеркально отображенный бюст человека. Ну и рядышком. Получается на фасаде этого, на торце этого здания высотного изображена игральная карта. Художник Пиксель Панчо. Работа называется Карта. Да, это сделал итальянский художник. Плющ по стене вился. Вот его получается срезали, но он также остался, он въелся в стены и его еще сверху краской покрасили. Подошли к следующему муралу, который называется Типтос. Данный мурал выполнен гранатими близнецами, Раулем и Давидом Пере, которые родились в Испании. Но они говорят по-немецки и свою карьеру в Гафете начали в Нью-Йорке. В данном районе можно наблюдать очень много турецкого населения. Работа называется 2268 миль и Лухандора по хамамаму. В общем, фасад здания рассказывает историю о симбиозе человека и природы. Людям таким образом дают понять, что мы движемся в будущее, которое связано с научным прогрессом. И, возможно, со временем мы будем жить среди роботов.